друзья на входе есть турникеты но у нас один билет на троих то есть общая сумма 15 дирхам за двоих взрослых и ребенка за каждого по 5 дирхамов мы ничего не прислоняли нас просто на входе контролер пропустил даже несмотря билетик этот друзья смотрите сразу слева от входа здесь есть прокат вот таких вот велосипедов или аппаратов не знаю как она называется смотрите значит есть их несколько типов можно покататься одному можно вдвоем можно на семью по стоимости значит стоимость смотрите на этом прайсе в общем если хотите покататься по этому парковому комплексу можете взять в аренду мы брать не будем в аренду потому что и времени особо нету нужно показать вам все эти лагуны да и немножко отдохнуть и поплавать так друзья мы подходим первой бухте либо лагуне называйте это как хотите может быть пляжем значит первая бухта находится очень близко значит на входе здесь сразу находится вот за моей спиной это мужской туалет и душевая и с правой стороны женский туалет и душевая все это уже входит стоимость либо можете называть это бесплатные потому что вход в парковый комплекс аль-мамзар составляет 5 дирхам с одного человека дальше здесь есть вот там он за моей спиной вы видите киоски там вы можете купить водички либо что-то перекусить и дальше друзья я предлагаю пройтись а уже непосредственно к самому пляжу то есть первому пляжу парковом комплексе аль-мамзар и посмотреть какая же там водичка друзья в этом киоске вы можете купить себе напитков чипсов шоколадок вафель и конфеты ну все что угодно даже есть здесь стоимость примерно от 10 дирхам начинается до 30 дирхам также здесь вы можете попить сок и какие-то прессы дирхам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, смотрите, на пляже есть душ с пресной водичкой, под которым вы можете обмыться от морской соленой воды. В общем, водичка, я не скажу, что теплая, но явно она не холодная. Я не знаю, как это передать, но я думаю, мыться по такой водичкой должно быть не холодно. Значит, первый пляж в Альбамдзаре называется Марджан Бич. Мои ощущения, значит, очень большой. Есть зонтики, где вы сможете спрятаться от тенька, они бесплатные. Есть душ, где вы сможете обмыться после моря, это тоже бесплатно. Есть шизгонги-зонтики, но я не уточнял, скорее всего, за доплату, может быть, без доплаты. Потому что некоторые туристы располагаются под зонтиками на своих покрывалах. Поэтому, я думаю, те шизгонги-зонтики, которые стоят сложенные, они будут платные. Сколько стоимость их, я, наверное, спрошу уже на следующем где-то пляже. Потому что, я думаю, в принципе, стоимость должна быть одинаковая на всех этих бухтах. Значит, заход в море очень пологий. То есть, мы сюда не заходили в эту бухту, но увидел людей, которые заходили, реально глубина там небольшая и она очень пологая. По ветру. Ветер на пляже присутствует, но, наверное, поменьше, чем на пляже Джи Би А. По плотности туристов на пляже. Сегодня у нас вторник, 5 марта. Не знаю, как влияет сезонность, но людей вообще немного. То есть, пляж очень свободный, очень много места. Значит, на пляже еще есть пальмы. Пальмы, ну, не совсем зеленые. Видно, некоторые листики пожелтели. Но, тем не менее, все равно это приятно, когда на пляже есть растительность. По песочку. Песочек белый. Вот, друзья, белый, то есть, он не сравнится с Египтом, он не сравнится с Турцией. То есть, это именно белый песочек. Да, это не Мальдивы, но, тем не менее, все равно песочек очень приятный. На пляже чисто. Работает обслуживающий персонал. Все выметают, следят, убирают. Поэтому, здесь будет комфортно. Комфортно и приятно отдыхать на этом пляже в парковом комплексе Аль-Мамзар. И дальше, друзья, мы идем уже в следующую бухту, либо лагуну, называйте это как хотите, либо пляжем, который находится в Аль-Мамзаре за первой бухтой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, друзья, это у нас вторая бухта, лагуна, пляж в комплексе Аль-Мамзар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а так, там, конечно же, все то же самое, есть туалеты, есть души на пляже, есть грибочки со скамеечками, где вы можете посидеть, спрятаться в теньке от палящего солнца, по заходу в море, заход в море тоже пологий, единственное, что именно на этом пляже почему-то волна больше, не знаю, может быть, поднялся ветер больше, может быть, это зависит именно реально от этого пляжа. В общем, если вам не нравится волна, ходите по пляжам, смотрите, где вам будет комфортнее. А мы с вами, друзья, идем дальше, в следующую бухту, чтобы посмотреть, как же выглядит третья бухта в пляжно-парковом комплексе Аль-Мамзар. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» И так, друзья, еще один пляж в парке Аль-Мамзар называется Фламинго Бич. Значит, смотрите, опять, на этом пляже есть абсолютно все. Есть грибочки с теньком, под которые вы сможете спрятаться от палящего солнца. Есть душевые, туалет. Правда, душевая и туалет немножко находятся удаленно от пляжа. Есть душ, где вы можете обмыться после того, как вылезли из моря. Но в чем суть этого пляжа? Значит, по сравнению с предыдущим пляжем, Данах, значит, тут почти нет волны. То есть она есть, но она вообще очень-очень маленькая. И, естественно, если вы с маленьким ребенком, то вам будет гораздо комфортнее на этом пляже. Здесь же так само пологий заход в море. То есть моя семья уже там остановилась. То есть супруга с ребенком остались на этом пляже Фламинго Бич. Значит, единственный нюанс, на этом пляже немножко больше присутствует в песке ракушки. Но это не вызывает дискомфорта, так как эта ракушка находится более удаленно от пляжной линии. То есть если вы ходите по кромке водичка плюс пляж, то там ракушки почти нет. А вот за грибочками, ближе туда уже к пальмам, к проезжей части, вот там вот больше встречается ракушек в песочке. Песочек тоже беленький, но именно сам песок понравился мне, конечно, больше на пляже Данах. Но Фламинго гораздо комфортнее, если рассматривать это с точки зрения волны, а также ветренности. Потому что ветренность на пляже Фламинго ощущается меньше. Я, конечно, сам в шоке. Буквально разница между этими пляжами там 100-200 метров, но на пляже Фламинго ветер гораздо меньше, волна практически отсутствует. Так что выбирайте, друзья, какой вам пляж будет комфортнее. Не стоит останавливаться на первом попавшемся пляже. Если вы видите волну и вы боитесь волны, то можете пройти дальше и вы найдете свой идеальный пляж. Итак, друзья, показываю вам последнюю лагуну, которая называется Нурас Бич в пляжно-парковом комплексе Аль Мамзар. Но здесь есть один небольшой нюанс. На самом деле она не последняя, а идет первая от входа в этот комплекс. Но поставил я ее в обзоре в самый конец, потому что она имеет не самый привлекательный вид. В общем, сейчас я вам все это покажу и дальше поделюсь в этом видео своими впечатлениями по этой лагуне Нурас Бич в пляжно-парковом комплексе Аль Мамзар. Продолжение следует... Значит, что могу сказать по пляжу. Пляж небольшой. Есть грибочки, которые создают тень и если сильно печет солнце, то можно спрятаться в тени этих грибочков. Также возле них есть лавочки и вы там можете посидеть на этих лавочках. Есть несколько душевых, где вы сможете обмыться после того, как поплаваете. Людей, отдыхающих на пляже, я не встретил, кроме персонала работающего здесь на пляже. Значит, почему так? Первое что, вот вход в море, то что я заметил, не совсем чистый. То есть там присутствует и трава, и немножко мусора. Также у этого пляжа вид открывается в какой-то грот, который создает, ну, не очень приятные виды. Поэтому, друзья, если вам этот пляж не понравится, то вы еще можете дальше пройтись и посмотреть еще три пляжа, которые есть в пляжно-парковом комплексе Аль Мамзар. Итак, друзья, показываю вам стоимость аренды шезлонгов, зонтиков и полотенцев. Значит, отдельно зонтик стоит 15 дирхам аренда, отдельно шезлонг стоимость 20 дирхам аренды, стоимость полотенца 10 дирхам. И дальше, друзья, мы опять возвращаемся на пляж Фламинго Бич, в котором я вам постараюсь показать, что же можно увидеть под водой в этом комплексе. Но это будет уже в следующем видео. Также еще в отдельном видео я вам постараюсь показать парковую часть комплекса Аль Мамзар. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. Кнопочка подписаться будет внизу под этим видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о новых моих видео-обзорах. И не забывайте ставить ваши лайки и писать в комментариях ваши впечатления от этого комплекса Аль Мамзар. Всем отличного настроения, до новых встреч, пока-пока!